Привет всем, кто зашёл на мой канал! Сегодня готовлю яблочное пюре или повидло, можно его назвать, без сахара. Кому интересно, можете посмотреть. Яблоки я помыла, удалила сердцевину, разрезала на 4 части и нарезала на тонкие ломтики. Чтобы яблоки не пригорели, наливаю немного воды, примерно полстакана, можете больше. Кастрюлю ставлю на небольшой огонь, накрываю крышкой и начинаю прогревать яблоки. Буду периодически помешивать, когда яблоки станут более мягкие. И, как говорится, начинаю стрелять, надо огонь сделать совсем маленький. Так как я подготовила яблок много, в эту кастрюлю я не стала накладывать сверху, а переложила яблоки в другую кастрюлю. Прошло минут 30, яблоки уже практически разварились. Газ я на время выключаю, сделаю из них однородную массу при помощи блендера. Во второй кастрюле яблоки тоже стали мягкие. Я их также сейчас взобью блендером и добавлю к основным яблокам в большую кастрюлю. Снова включаю огонь, делаю минимальным и буду уваривать яблоки без крышки минут 15. Посмотрите буквально через несколько секунд, если вы не мешаете, как начинает стрелять эта яблочная масса. Поэтому я постоянно помешиваю. Не все яблоки взбились блендером, есть кусочки. Это зависит от того, какие яблоки. Если мягкие, то такого обычно не бывает. Но у меня яблоки твердых сортов, они неразномерно развариваются, поэтому так получается. Минут 15 я проварю и снова взобью блендером. Перед тем, как взбивать блендером, я обязательно выключаю газ. Посмотрите, какое однородное пюре получается теперь. Кусочков не наблюдается. Проварю еще минутки 3, также на маленьком огне, постоянно помешивая. Раскладываю по баночкам. Я их предварительно простерилизовала. Крышки прокипятила. Закрываю плотно крышками. Переворачивать я их не буду, укутываю потеплее. После того, как банки остынут, я уберу их в шкаф. Буду хранить при комнатной температуре. У меня также хранится повидло, правда с сахаром. Также в шкафу все нормально. Из сладких сортов яблок пюре получается, конечно, более такое сладкое. У меня сорт кисловатый, соответственно, пюре такого же вкуса. Пюре получается очень густое. Его можно просто кушать или куда-то в начинку добавлять. Я думаю, если кисловатый, можно и сахар добавить. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, палец вверх. А также не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Пишите комментарии. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч!